Всем приятной жизни! Это шашлык и мы продолжаем играть в героев меча и магии 7. Так. И этот самый. Мы... Я, наверное, между ними элементов кинул. Блин, светлые элементы. А я могу и между теми, кстати, элементов кинуть, да? Да, могу. Вот, 26 существ. Нормально, да, мы захоботили элементами? Вообще чётко, по-моему. То есть... Вообще чётенько. Так, ладно, давайте фокусить по порядку, там, снизу вверх как-то или как-то так. Будем спокойненько фокусить это всё дело. Блин, зачем они вейтятся, кроме них же никто? О, пятнарика убили. Ну, 34 они не убьют никак. Так, ну, давайте этот самый. Я, наверное, призыв элементов себе выкину. Тоже частое заклинание сюда. Вот, чтобы им пользоваться. Так, на пятёрке оно, да? Ну, почему-то... Ну, почему-то... Ага. Опять огненные. Да что ж за хрень-то такая? Ну, их 39 штук. О, давайте вот сюда ещё. Теперь водяные. Так, 30 штук. Шикарно. Элементы. Давайте вот этих убивайте. Ага, красавчики. Так, вы вейт, в принципе. Ну, давайте теперь всеми фокусите вот эту нижнюю линию. Ну, ладно, вы эту линию пойдёте фокусите. А вообще все пошли по нижнему. Ну, не линию, а вражину. Не, ну да, тут, конечно, если просто в лобовую пойти, потери огромные будут. Гля, они ещё комбинецы рядом стоят. Что-то у них какая-то это лобутня есть. Так, ладно, я думаю, вот эти 70 можно убить. А, нет, смотрите-то. Их ещё не так-то просто убить, эти 70. Так, всё, последние остались. Отлично, завалили этих аббатов. Давайте теперь посмотрим, какой бонус нам даст, если мы добавим ещё волю Асхи. Она, я так понимаю, идёт... в руку. И теперь мне надо одеть... Теперь мне надо одеть... Ну, допустим, против магии тьмы. Всё равно два предмета плюс две магии. Видите, бонусы набора. Предметы два плюс две магии. Больше не дают. То есть смысла нет. Ну, а это воля Асхи. Она на самом деле так себе артефакт. Требуется минус четыре маны. Так, ну, это всё фигня. Хотя, кстати, ману мы сейчас подзатратили на призыв элементов. Ману мы сейчас подзатратили. Так, ну, давайте четыре к магии возьмём тотем. Вот. И, соответственно, накидку мы возьмём... Блин, а где моя накидка магии? Вот это, да? Две к защите у меня была или какая? Или вот это две к магии? Давайте две к магии возьмём. Тык, всё, более-менее есть. Улучшение навыка невозможно. Колосс один в неделю. Что тут? Тут джин. Непонятно, нафига это всё надо. Короче, надо нападать на вот этот вот замок, да? Ну, пойдёмте нападать. А это что штука даёт? А, эта штука ничего. По факту не даёт. Так, ну, окей. Подождите, а джин ученик и ракшас? Почему колоссов там ноль? Могли бы их и добавить. Это деньги, это лаборатория алхимика. Шалданы пираты. Ну, сюда, я думаю, идти особо смысла нет. Ладно, пойдёмте нападать, получается. А что делать? Давайте нападать. Ну, бой я смотрю на этот гарнизон и понимаю, что бой будет крайне лёгкий. Сейчас цунами зарешает вообще ли элементарно просто. Ты совершаешь ошибку, отрекаешься от самой себя. Но я никто. Раньше я ошибалась и поняла это лишь сейчас. В таком случае смерть станет для тебя облегчением. Да, окей, не вопрос. Раз смерть станет облегчением, но облегчусь, пойду. Ну, понятно, что без потерь тут не получится. Другой вопрос, что вот как бы раз. Герой больше не может ходить. Сейчас его курица. Интересно, он цунами умеет колдовать? Не, он там его захил колстанул. Но мы даже не пойдём никем из ближнего боя. Да, мы на дальнем бое чисто. На дальнем бое чисто выедем. Так, всё, его этих дальнобойных мы всех убили. Кроме башен. Башни это такая себе фигня. Так, следующий раунд, да? Блин, а он же сейчас... Ну, что там 5 куриц, господи? 6 куриц. Ого, 347. А он-то тоже не слабо бьёт, должен вам доложить. Крайне не слабо он бьёт. Так я могу их убить, на самом деле. Да, он тоже своими этими заклами бьёт нормально. Так, надо вот эту 380 фигачить. Блин, у них ещё и такая невосприимчивость жёсткая. Бум! Жёсткие они, короче. Так, ну мы тут не долетаем. Ты тоже не доходишь, да? Ракшас вышел. Блин, а этот у меня замедленный. Гавнюк. Да, заклинание у него тоже есть. Есть чем тюкнуть. Так, давай 4 этих сноси. То есть, а цунами ничего не делает, да? У них... Магия. Ну давайте пятнарик этих и воскресим, что ли. Хотя зачем, не знаю. Так, стреляем по этим гавнюкам. Всё, 150 этих у него осталось, но это уже нечего. Опа! Он вызвал эти элементы света. А мне их надо будет добивать или нет? Или если я добью... Ну, сейчас посмотрим. Они, по идее, должны исчезать. А то так бесконечно можно затягивать битву, побеждать. Хотя, по-моему, в шестых героях или в какой-то вот части, я точно вот сейчас не скажу. Но в какой-то части такое было, что элементами света можно затягивать битву и побеждать себе спокойно. И, кстати, да, смотрите. Это, видимо, в седьмой части и было, потому что мы убили всю армию. А битва не заканчивается, пока вот мы не добьём элементов света. То есть, такая себе на самом деле. Блин, хоть бы артефактов каких дали. Но я понимаю, что это конец миссии, но всё равно. Так, убейте Касима. Зачем тут 20 тысяч опыта? Ну, ладно. Всё, победа. Отлично. То есть, мы закончили, получается, компанию магов, да? Я не знала, как сильно тебя люблю, пока не потеряла. Так, всё. Всё. А, не, вот, смотрите. Не бывает войны без жертв. А у тех, кто выжил, навсегда остаются шрамы. В среде у костра воины любят хвалиться своими победами. Но наедине с собой вдали от чужих глаз они дрожат, вспоминая, какую цену им пришлось заплатить. Совет знает это. Нет, мой друг. Мы говорим, что знаем, но кто из нас помнит истинную цену войны? Мы закалены битвами. Но может, стоит позволить сердцу решать, куда направить меч? Опять загадки? Я не закончила. Когда разум и сердце действуют сообща, для нас нет ничего невозможного. Итак, советники, обсудим позицию по Церкви Света. Как быть с ними? Пора им переотказаться от Церкви Эльрата. Самые тёмные времена мы пережили под защитой Дракона Света. Свет исцеляет. Тьма лишает человека его судьбы. Свет ослепляет. Он сковывает, а тьма лишь подтверждает, что ангелы не всегда правы. Анастасия, судьба Альбетиля известна. Веру в богов не так-то просто искоренить. Драконы сильны. Это совет Ивана Грифона, не ваш. Кенте выведет Анастасию и Муразель наружу. Оставьте слова и сражайтесь с честью. Благодарю, мастер боя. Но в этом нет необходимости. Нужен ещё один рассказ. Или нам попросту направить наш гнев на врагов. Это ты у меня спрашиваешь? Так, получается, что мы имеем? Ой. Делайте, чтобы я начал рассказ сначала. Нет, я не желаю. Блин, оптимизации вообще никакой. Вы обратите внимание, они лагают. При этом, что нету анимаций. А как бы я вижу подрагивание камеры. То есть, это вообще как? Как у них статичная картинка лагает? Ubisoft, это ты захочешь так не сделаешь, чтобы она была настолько прожорливая, статичная картинка, что лагала. Ну, как бы, вот эти все анимации, они же стандартные. Ну, хз. Блин. Охренеть. Так, значит, мы закончили кампанию Танис. Осталось нам Анастасия. У нее, кстати, почему-то 5 карт. И потом Муразель. Ну, в смысле, Анастасия Муразель. И потом я пойду Ваньку валять. То есть, за Ваньку. В принципе, нам, мы уже прошли, ну, во всяком случае, по количеству карт больше, чем это. Мы прошли, получается, 16 карт, да. А осталось нам 2 плюс 5, 7 плюс 4, 11 карт. То есть, мы прошли уже, ну, заметно больше, чем нам осталось. То есть, я так думаю, больше половины мы прошли. Хотя тут еще от карт зависит. Может, тут все 5 будут такие длинные, как тут вот эта последняя. Тогда, конечно, это все долго будет. Блин, и магия имба, конечно, в семерке. Да в семерке у каждой нации, я вот хочу сказать, есть своя имба. А по поводу имбы я бы еще и не сказал, Дарк Мессия. Магия имба только если раскачаны. Когда у тебя куча заклинаний, у тебя очень много магической силы. И ты просто херячишь, ну, очень больно. Вот. Когда у тебя слабый маг, он вообще никчемен. То есть, слабый маг, он, ну, проигрывает очень сильно слабому воину. Вот. А вот сильный маг, он уже может, ну, как бы, сильному воину, наверное, потребуется больше армии, чтобы сопротивляться сильному магу. То есть, если им дать одинаковые армии, то, скорее всего, сильный маг победит сильного воина. Да, тут я согласен. Ну, хотя, опять же, у каждой нации есть свои приколы. Вот мне седьмые герои этим нравятся. Я вот играю за каждую нацию, вот тут мы минотаврами фигачили, которые с упреждающим ударом. Их подставляешь под удар, противник на них идет, они сначала бьют и убивают его нафиг. Так, у эльфов я уже не помню, что там, но что-то там тоже было. У орков, у магов магия. Короче, у всех наций есть своя, этот... У всех магов есть своя эта фишка. Да, и Дарк Мессия, ты ж, ну да, про лейтовых магов ты говорил. Ты ж еще не забывай, что в седьмых героях достаточно сложно магию доставать. То есть, если карта большая, несколько замок, замков, куча этих штук с магией, то ты, понятно, у тебя будут заклинания, которые, ну, мощные, тоже цунами, да. А если карта не очень большая, то как бы у тебя ты можешь и не найти заклинаний, которые, ну, как бы тебе нужны. Вот, у орков, гарпий, которым не отвечают, я помню, были еще. Да, короче, у каждого, у каждой нации есть сильные и слабые стороны. Ну, у магов это, понятно, магия, а что у них еще должно быть? То есть, у них вот эти маги стреляют... А, кстати, вот у эльфов тоже такие же маги есть, как у магов, которые лучом стреляют. Причем у эльфов они даже круче. Они могут стрелять лучом сквозь своих, они своих не дамажат. Вот у магов, вот их маги, которые лучом тоже стреляют, они своих дамажат. А у эльфов они не дамажат своих, то есть, они сквозь своих стреляют. Вот, тоже круто. Ну, короче, у всех наций есть более-менее крутые стороны. Но вот, во всяком случае, вот из этих четырех, за которые я уже играл, я не играл за некромантов, не играл за людей, за свет, или как они тут правильно называются. Вот, но вот за эти, за все я играл. У каждой нации был способ, как проводить бои без потерь, как грамотно драться. Вот. И мне это, кстати, нравится. А как по мне, наоборот, не очень сложно. Так же, как раз в гильдиях, можно выбирать любимую магию. Не, ну да, ты можешь выбрать магию. Ну, в принципе, да, ты выбрал магию воды тебе на четвертом уровне. Я не знаю, какие есть у магии воды на четвертом уровне, кроме цунами, там, заклинания. Ну, цунами, по идее, должно падать. Ну, в принципе, да, маг в лейте, маг все-таки так или иначе найдет. Не одно, так другое хорошее заклинание и сможет воевать. Вот. Ну, ладно, можно долго спорить, кто имба, кто не имба. А мы, тем временем, давайте тогда выпуск на этом закончим. Прошли мы уже четыре кампании, здорово. Будем приступать к пятой. Скоро. За Анастасию. Ух, вот это будет пять карт. Это будет прикольно. Ну, конечно, жаль, что герои 30-м уровнем ограничены. Мне было бы прикольно все колесо прокачать. Ну, ладно, в любом случае, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык. Субтитры сделал DimaTorzok